Значит, коллеги, теперь я попрошу включиться в такую игру. Мы сейчас будем по-настоящему играть. Значит, у нас есть четыре играющих тренера. Я хочу, чтобы они представились, коллеги, которые представляют позиции определенные. У них сейчас будет возможность набрать себе команды. Дальше мы будем играть, будут дебаты по поводу их концерта. Сейчас будет следующий этап. Тот человек, который очень хорошо разбирается в своей концепции, то есть представители инканома, фаса, те, кто является практиками 94-го ФСР, представители счетной палаты, расскажет про свои концепции в своих группах. После того, как вы это все услышите, вам надо будет придумать название для этого закона, чтобы это не было теперь концепцией фаса, или именно каналики, или счетной палаты для 94-го ФСР, можно называть как угодно. У нас теперь есть четыре закона проектов. Значит, закон объективно существующей реальности, закон о здоровой конкуренции, закон о эволюции и закон о развитии. Сейчас вам нужно будет подготовить презентацию не своих концепций, я имею в виду, а вот этих конкретных законов, которые будут регулировать систему госзакупок вот в этих государствах. Мы определим пары, которые будут докладывать нам эти законы, а вы, участники, будете голосовать за победителя, который победит в каждой паре. Те, кто останутся, будут играть между собой, значит, и там будет тоже какой-то победитель. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По тому заданию, которое будет получено, мы хотели бы предложить вашему вниманию ту концепцию закона, которую, я считаю, он должен удовлетворить всех присутствующих здесь. Закон мы считаем, вот таком названии, эволюция развития конкурентности в реальности. Открыто информационное пространство, то бишь любой из участников закупочного процесса, как бы и сторонние организации, заинтересованные лица могут получить информацию как по формализированию, планированию, по вопросам размещения заказа, исполнения, эффективности. Опять же, обращаю ваше внимание, наша концепция говорит о том, что нельзя выбросить какой-то момент. Концепция должна быть полной. Зачем формализовывать для каждого заказчика и так планирование и исполнение, именно формализовывать, я это говорю о чем-то, потому что я знаю, чем это кончится, да? Безумным количеством бумаг, которые мы должны будем делать. Да, документы необходимо будет вводить, но эти документы необходимы для проведения открытости, служения, коррупционной составляющей, обеспечением общественного контроля. Минимизация человеческого фактора одна из главных идей нашего закона. В плане информационных технологий, когда там сайт, все размещено, все понятно, то есть какой человек может фактически зайти и посмотреть. У нас создан уникальный, я думаю, сайт мировой, где мы можем разместить и делаем это, да, всю информацию о заказе, и любой гражданин Российской Федерации или Соединенных Штатов Америки может проследить от А до Я, как это проходило в контроле. Нужен ли контроль непрофессионалов? Ваш ответ? Нет. Ваш ответ нет. Ваш ответ контроль непрофессионалов не нужен. Отлично. Я так понимаю, у нас этап голосования, большинство голосов у нас побеждает закон реальности. Да. Да? Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok